Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Ирина Минаева. В аптеке Натаирова жестоко расправились с девушкой-фармацевтом. Она погибла от множественных ножевых ранений. В полиции предполагают, что к преступлению может быть причастен кто-то из знакомых или бывших сотрудников. Труп девушки со следами насильственной смерти обнаружили утром в аптеке на улице Академика Королева. По результатам экспертизы девушка погибла от множественных ножевых ранений. Как правило, круглосуточные аптеки на ночь закрываются. Лекарства отпускают через маленькое окошко. В помещении следов взлома или борьбы не обнаружили. В полиции не исключают, что к преступлению может быть причастен кто-то из бывших работников аптеки. В городе ввели план-перехват. По неофициальным данным, подозреваемый уже задержан. Три человека пострадали на трассе Одесса-Вознесенск. Легковой автомобиль протаранил забор кладбища и врезался в дерево. Авария произошла недалеко от села Первомайское Лиманского района. Водитель легковушки, который двигался в сторону поселка Доброслав, не справился с управлением. В результате машина снесла забор кладбища и врезалась в дерево. Водитель авто и двое пассажиров получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. По факту ДТП открыто уголовное производство, сообщили в пресс-службе облполиции. Первый этап реконструкции бульвара Жванецкого завершен. В среду состоялось его торжественное открытие. Теперь одесситы и гости города смогут чувствовать себя комфортно в любое время года и в любое время суток. На бульваре Жванецкого уложили тротуарную плитку, провели освещение с использованием солнечных батарей, а также оборудовали ливневую канализацию, которая здесь не со времен закладки бульвара. Первоначальный проект реконструкции пришлось дорабатывать с учетом новых обстоятельств, отметил городской голова. Был дополнительно проведено обследование, исследование и разработан другой проект. Проект, который включал в себя первое укрепление верхней террасы путем вдавливания сюда свайное поле. И на свайное поле легла уже монолитная плита толщиной 30 сантиметров. Помимо новых инженерных сооружений и освещения, для бульвара был разработан современный ландшафтный дизайн, рассказывает специалист. Мы подобрали сюда в основном растения, которые не требуют ежедневного полива. Они требуют полива вот сейчас, на момент приживания, чем занимаются сегодня те же наши представители-ландшафтники, которых мы сюда пригласили. Во время комплексной реконструкции улиц Одессы, как правило, учитывают и пожелания местных жителей. Когда вот произошла вся вот эта вот реконструкция, мы обратились к Геннадию Альяндовичу. Геннадий Альяндович сразу же откликнулся на нашу просьбу. Наш двор так же само от реконструирования. Молностью на все просьбы, асфальты, заборы, как вы видите, все вот эти вот ливневки. Из-за карантина писатель-сатирик Михаил Жванецкий не смог приехать в Одессу, чтобы присутствовать на открытии от реставрированной части бульвара, носящего его имя. Однако его присутствие ощущалось в самой атмосфере праздника. Кроме того, Михаил Жванецкий передал Геннадию Труханову подарок – новую книгу о своей любимой Одессе. Вышла абсолютно новая книга в этом году, которая называется «Одесский пароход». Одесса не уходит никуда из его жизни и никогда не уйдет, конечно. И я хочу вручить просто первый взгляд, который попал в этот город, Геннадию Альяндовичу, который подписан Михаила Михайловича. Бульвар Жванецкого должен хранить дух писателя. Поэтому скоро здесь установят скульптуры, которые отберет экспортное жюри под руководством самого Михаила Михайловича. Кроме того, на бульваре планируют регулярно проводить выставки художников. В скором времени этот бульвар, как и сам Жванецкий, станет гордостью Одессы, уверен депутат городского совета Дмитрий Танцюра. Михаил Михайлович – легендарная личность, известная всему миру. Я вам скажу, что название этого бульвара выбрали сами одесситы. Поэтому я уверен, что наша особая ответственность содержать эти все места именно в таком состоянии, куда одесситы будут приходить, приводить гостей города и радоваться тому, что здесь есть. Обновление бульвара Жванецкого – это часть масштабного проекта реконструкции так называемого морского фасада Одессы. Он продолжит линию Греческий и Стабульский парк, Варамцовская колоннада и переулок, а также Потемкинская лестница, говорит городской голова. Вот то, что мы сейчас делаем, это свидетельством как раз продуманной комплексной работы. Мы называем это или называем специалистом морским фасадом. Так вот как раз художественного музея до Думской мы должны делать так, чтобы все, что мы здесь делаем, оно заиграло в едином ансамбле. На втором этапе будет проведена реконструкция бульвара Жванецкого от Торговой до улицы Гоголя, рассказывает Ольга Буц. Следующая часть, мы там планируем на окончании улицы Торговой построить фонтан и дальше благоустраивать в таком же стиле, в районе памятника апельсину, там у нас еще есть несколько памятников, которые мы тоже будем облагораживать. В дальнейших планах городских властей благоустройство парка, расположенного на склонах под бульваром Жванецкого, говорит Геннадий Труханов. Должны быть границы парка, четкое понимание и статус парка. Тогда определится статус парка, где можно делать что-то, где нельзя. Чтобы мы раз и навсегда отбили охоту у кого-то смотреть на эту территорию, на территорию для застройки. Кроме того, здесь планируют создать многофункциональное выставочное пространство. Мы планируем сделать выставочное пространство. Здесь как раз перепад склона очень большой и вот это здание выставочного комплекса, которое будет вровень с бульваром Жванецкого и бульваром искусств, мы будем прямо попадать на крышу, спускаться вниз и там будет выставочное пространство. После завершения исследовательских работ на склонах, отметил Михаил Рева, будет проведен конкурс среди известных украинских архитекторов на лучший проект такого пространства. Ударил ножом хозяина пса за то, что у собаки не было намордника. В Одессе правоохранители содержали 43-летнего мужчину, который нанес тяжелое ранение прохожему. Инцидент произошел в одном из дворов Приморского района. Мужчина начал перепалку с двумя прохожими, которые выгуливали собаку без намордника, а затем ударил одного из них ножом, пострадавший в больнице. Злоумышленника задержали в момент, когда он пытался стереть следы крови с орудия преступления. Открыто уголовное производство. За нанесение тяжелых телесных повреждений подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы. Действовали с размахом. Полиция задержала банду угонщиков, которая совершала кражи элитных автомобилей в Одессе, Николаеве и Киеве. Участников банды автоугонщиков одновременно задержали в Одессе и в Киеве. Во время обыска полицейские изъяли средства сканирования, государственные, а также дипломатические номерные знаки, телефоны, планшеты злоумышленников, глушилки, рации и другие орудия преступной деятельности. Известно, что двое похитителей родом из Николаева. Они специализировались на угонах внедорожников. Мужчины выбирали жертву, следили за ней на парковках торговых центров с электронным устройством, так называемой удочкой, считывали электронные ключи и похищали авто. Чтобы спрятать краденый автомобиль, специально арендовали гаражи, а затем предлагали владельцам вернуть их за выкуп в половину стоимости. Или же продавали. Один из фигурантов известен в криминальной среде не только в Украине, но и за ее пределами. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание за угоны в Арабских Эмиратах, Германии и России. Для конспирации даже сменил фамилию, чтобы не привлекать внимание правоохранителей. Задержанных поместили в СИЗО. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Одесской области под колесами поезда погиб молодой мужчина. Это произошло в Лиманском районе. В районе села Кремидовка пригородный поезд насмерть сбил мужчину. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Открыто уголовное производство. Личность погибшего устанавливают. По какой причине произошел этот случай, пока не сообщают. Однако, чаще всего люди погибают под колесами поездов из-за собственной беспечности. Напомню, несколько дней назад в Одессе погибла девушка, которая при переходе железнодорожных путей была в наушниках и не слышала ни гудков приближающегося поезда, ни криков прохожих. Почти 300 человек с начала года погибли на украинских предприятиях. Следить за безопасностью на производстве призвана государственная структура по охране труда. Правда, сегодня, зачастую говорят специалисты, из-за нововведений в этой сфере реально реализовать государственную политику в сферах промышленной безопасности не всегда удается. Расследовать ЧП, если работник не обратится за помощью госструктурам, будет само предприятие. На стройплощадке ЖК «Акварель» стрела крана упала на кабину, где находился водитель, который только по счастливой случайности остался жив. И с таким инцидентом разбираться будет само предприятие. Правила также гласят, что за техническим состоянием строительных кранов следит их собственник. Згідно правил охорони праці під час эксплуатації вантажоподъймальних кранів, яко було в дію введено в 2018 році, новий МПО, усі обов'язки по технічному состоянию кранів, обстеження, проведення технічних оглядів, все це лягає на власника крану. Проверки специалисты госохраны труда проводят, но только плановые, подчеркивают в ведомстві. «Перевірки головным управлением здійснюються згідно речного плану, який опролюднується на сайті, з ним зможуть ознайомиться усі вважаючі. Проверки проходять планові, значить, підприємство попереджається за 10 днів до проведення перевірки, згідно графіки і планів». Эти нескільки днів перед плановой провірки дають можливість устрінити, а порой і скрыти, імеючіся нарушення. «Тяжко робити якісь відвідування оперативні для виявлення яких порушень, тому що заходи планові, і підприємство володіє інформацією, коли буде проводитися перевірка. Це п'ятиденний термін. Вони на цей час спроможні зупинити будівельний майданчик для того, щоб уникнути перевірки». Єсть і інші методи формально пройти перевірку, отмечують спеціалісты. «Буває таке, що приходиш на будівельний майданчик, а там стоїть два чоловіка, які одягнуті в усі захисні засоби. І ці засоби нові, тільки їх розпакували. Тобто зрозуміло, що це робиться під перевірку». Дійсующее законодательство не позволяє проводити внезапні перевірки. Однак це можливо, якщо поступить жалоба от рабочих. Падення стріли на кабину крана, як це відбувалося на строительні площадки жилищного комплексу «Акварель», де водитель, к счастью, остался жив, не єдинственне нарушення правил безпеки на производстві. Спеціалісты часто виявляють отсутствие необхідних ограждений, з-за чого також відбувають несчастні случаи. Кроме отсутствие ограждений, як следствие падення з высоти фіксують і інші нарушення, говорить Сергій Померанц. «На сьогоднішній час це основні вимоги, то, що стосується замовника, не виконується. Вони повинні за 30 робочих днів повідомити нас про початок будівництва. Це не виконується. Потім вийшли нові вимоги, мінімальні вимоги до тимчасових будівельних майданчиках, на яких потрібно мати координатора, який проходить спеціальне навчання і координує кожний об'єкт спочатку проєктних робіт. І потім він його веде до закінчення будівництва. Цими вимогами ми користуємося сьогодні, але це не виконується. Не з підрядників, не з замовників». В департаменті труда подчеркивають, каждый работник, задійсований на строительстві, може обратитися в ведомство в случае, якщо работодатель нарушає його трудові права. «Звертатися до нас, якщо порушуються їхні права, що стосується техніки безпеки, це не надання засобів захисту, не проведення навчання, не проведення медичних оглядів з боку роботодавця. Також в нашому напрямку головного управління є умови праці, це виплата заробітної плати і таке. Можна звертатися до головного управління з заявою, скаржитися. Все це є основанням для проведення позапланового заходу. Якщо порушення загрожує життю чи здоров'ю працівника, ці види робіт підлягають заборони, і адміністрація підприємства накладається адміністративно штрафом». Елітне ДТП. На Черемушках столкнулись три иномарки – Porsche, Bentley і Audi. Один із водителів в больнице. ПОЛОСА ДВИЖЕНИЯ ПО УЛИЦІ КОСМОНАВТА КОМАРОВА ПО ВТОРНИК ВЕЧЕРОМ БЫЛА ПЕРЕКРЫТА ИЗ-ЗА МАШТАБНОГО ДТП. На пересечении улиц Космонавта Комарова і ГЕНЕРАЛА ПЕТРОВА СТОЛКНУЛИСЬ НЕСКОЛЬКО АВТОМОБИЛЕЙ. ПОЛИЦЙСКИЕ ОТВОДИЛИ ПОТОК МАШИН ПО ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ. МАШИНЫ ПОЛУЧИЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ. ОТЛОМАВШИЕСЯ ДЕТАЛИ БЫЛИ РАЗБРОСАНЫ ПО ПРОЕЗЖИЙ ЧАСТИ И ТРОТУАРУ. СУДЯ ПО ВСЕМУ, СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ АВТО БЫЛА ВЫСОКОЙ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП ТРАВМИРОВАН ВОДИТЕЛЬ АУДИ. МУЩИНУ ВЕЗЛА СКОРАЯ. КТО ИЗ ВОДИТЕЛЕЙ НАРУШИЛ ПРАВИЛА, ВЫЯСНИТ СЛЕДСТВИЕ. ЕЩЕ ОДНА СЕРЬЁЗНАЯ АВАРИЯ ПРОИЗОШЛА В РАЙОНЕ ДВУХ СТОЛБОВ. ПОСТРАДАЛ ОДИН ИЗ ВОДИТЕЛЕЙ. В ТЕЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ МУЩИНУ ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ. ДВЕ ИНОМАРКИ СТОЛКНУЛИСЬ ПОЗДНО ВЕЧЕРОМ В РАЙОНЕ СЕЛА ХЛЕБОДАРСКОЕ ОБЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА. ОДНА ИЗ МАШИН ОКАЗАЛАСЬ ПОЛНОСТЬЮ РАЗБИТА. ВОДИТЕЛЯ ИЗ НЕЕ ВЫТАЩИЛИ СПАСАТЕЛИ. В ТЕЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ МУЩИНУ ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ. А под Одессой мотоцикл врезался в фуру. Водитель Байка погиб на месте. По словам очевидцев, мотоцикл двигался на большой скорости со стороны села Великодолинская в сторону паромной переправы. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и мотоцикл врезался в грузовик. От полученных травм мотоциклист скончался до приезда скорой помощи. Инфокс Водоканал продолжает процесс масштабной модернизации своих систем и сетей. Сейчас ведутся работы по замене магистрального канализационного коллектора в районе полей Орошения. Здесь пролегает почти километр трубы, которая соединяет главную канализационную станцию Одессы со станцией биологической очистки «Северная». Иначе говоря, по этим трубам текут стоки почти со всего города. Что такое главная насосная станция? Это насосная, которая перекачивает порядка 65-70% стоков из города Одессы. Это составляет порядка 140 тысяч кубов в сутки. Главная насосная перекачивает эти стоки на станцию биологической очистки «Северная». Эта важная канализационная артерия уже отработала свой эксплуатационный лимит. Чтобы не допустить возникновения аварийных ситуаций, Винфокс Водоканале решили вовремя заменить металлические трубы на современные стеклопластиковые. Для этого старые трубы раскапывают и разрезают пополам, почти по всей длине. В образовавшийся лоток заключается новая труба. Срок службы этих труб гораздо выше, чем у стальных труб, которые существуют сейчас. Дело в том, что по этим коллекторам перекачиваются хозбитовые стоки, в которых имеются абразивные частицы, которые на прямых участках вытирают дно трубопровода, и что приводит к его неработоспособности к аварийным ситуациям. В стеклопластике такого нет. Здесь проходят три канализационных коллектора одинакового диаметра. До начала работ специалисты отключили тот, который ремонтируют, а между двумя другими сделали перемычку, чтобы потребители не испытывали никаких неудобств. Сейчас уже выполнено около половины работ. По словам представителей компании-подрядчика, работать приходится в достаточно тяжелых условиях. Здесь высокий уровень грунтовых вод. периодически из-за того, что там уровень в море, в лимане поднимается, меняется что-то, и поднимаются стоки подпочвенные воды, и подтапливают периодически нам котлованы, трубы. Работы по реновации коллектора планируют завершить до начала зимы, если будут благоприятные погодные условия. Также на 2021 год уже запланирован ремонт еще одного из трех этих коллекторов. В Инфоксводоканале рассказывают, работы проходят в рамках масштабной инвестиционной программы. У нас проводятся работы по реконструкции существующих сооружений. Так, в этом году мы сделали, выполнили реконструкцию илоуплотнителя на очистных сооружениях северных. Мы выполнили реконструкцию здания решеток на очистных сооружениях. Сейчас у нас идет реконструкция насосного оборудования на главной канализационной насосной станции. Сейчас также идут работы по перекладке водопровода по улице Марии Демченко от Ореховой до Тимирязева. Перекладывают Каролина-Бугахский водовод, реконструируют главную насосную станцию. Несмотря на такой объем работ, специалисты Инфоксводоканала уже подготовили ряд проектов на 2021 год. В планах на 2021 год мы уже выполнили много проектов по перекладке водопроводных и канализационных сетей и прошли экспертизу. Это и улица Осипова, это улица Мельницкая, 10 апреля, улица Днепровская, канализационный коллектор по улице Известковой. Компании отмечают, такие работы крайне важны для того, чтобы избежать аварий и предоставлять качественные услуги потребителям. Но реализовывать такие проекты удается лишь при условии своевременной оплаты счетов в полном объеме. Прирост новых случаев коронавируса в регионе держится на стабильно высоком уровне. За минувшие сутки 288 заражений. Диагноз подтвердился у 107 одесситов и 181 жителя области. Еще 26 человек госпитализированы в инфекционную больницу с подозрением на ковид. Общее число заболевших с начала пандемии уже более 12 тысяч. В Украине заболеваемость COVID-19 также выросла. За сутки подтвердили почти 3,5 тысячи новых случаев. Больше всего заражений в Харьковской области – 403. Далее Тернопольская, Одесская, Львовская области и Киев. Число летальных случаев от коронавируса увеличилось до 3705. За сутки умерли 63 пациента. В Украине для лечения больных коронавирусом могут развернуть максимально 50 тысяч больничных коек. Сейчас уже развернуты 35 тысяч, сообщили в Минздраве. Пандемия сократила возможности передвигаться по миру. В результате этого украинцам довелось по-новому – взглянуть на свою страну. Спортсмены-альпинисты старейшего в стране Альп-клуба Одесса в нынешнем году вынуждены были отложить покорение многотысячных высот. Тем не менее, романтика гор и необходимость сохранять форму побудила рассмотреть новые маршруты в пределах Украины. Ведь лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Об альпинизме, как о профессиональном и любительском спорте, после новостей в программе «Тема дня» рассказывает заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Украины, президент Одесской федерации альпинизма и скалолазания Мстислав Горбенко. Одессы знают, что у нас есть своя база, учебно-тренировочная база, скалодром на берегу моря. Но ее не можно сравнивать. То есть физическая и техническая подготовка там поддерживается. Конечно, мы больше стали обращать внимание на свои скромные возможности нашей страны, потому что, к сожалению, Крым исчез, надеюсь, временно с нашей карты. Но скалы Южного Буга, скалы Карпат, Добуша, Дениши и так далее, мы начали ездить больше на свои скалы. И, наконец-то, совершенно недавно мы вернулись из Турции, в которую мы ездили, конечно, но ездили в основном на Арарат, как на Библейскую гору, как на высокую, на Пятитысячник. И, к своему удивлению и, к счастью, обнаружили, что рядом... Вы вошли в Торожье горы. Да, рядом есть прекрасные горы и есть прекрасная сторона Турца, которая открыла нам границы. Вивальди, Бах, Гендель, Рамо. 25 сентября на сцене оперного театра прозвучат шедевры, классики. В программе как всемирно известные произведения, так и те, которые исполняются редко. В концерте примет участие и хор театра впервые после карантина. В оперном театре готовятся к премьере. После длительного перерыва артисты хора вновь выйдут на сцену. Репетиции начались еще 1 сентября. Время карантина музыканты использовали для изучения нового материала. И познакомить наш хоровой коллектив с той музыкой, которая обычно, как правило, не исполняется в оперном театре в обычном процессе. Только по той причине, что когда у нас полная загруженность оперными спектаклями, у нас физически нет возможности. Вот мы постоянно заняты в репертуаре, у нас физически нет возможности. И вот она предоставилась. Зал оперного театра рассчитан на исполнение масштабных музыкальных произведений, опер и балетов. Однако сейчас вниманию любителей классической музыки предложат произведения композиторов 17 и 18 веков в исполнении камерного хора и оркестра. Эта музыка, говорят в театре, была незаслуженно забыта. Она очень яркая, ей больше 300 лет уже, но она не устарела. Она наоборот сейчас очень популярна и в мире в том числе. И мы стараемся познакомить и наших музыкантов, и нашу публику, и дать поднять этот пласт, который очень редко исполняется, и показать, что он незаслуженно забыт, может, в силу каких-то обстоятельств. То, что у нас как бы большой театр, сама форма по размерам, он способствует для исполнения больших опер, а эти как бы для более камерных залов. Исполнять произведения артисты хора будут на французском, немецком языках и латыни. Концепция концерта – это объединение интернациональных традиций периода барокко. Это своего рода экскурс в историю музыки периода барокко и раннего классицизма. А Франции, Италии, Германии и Украины – вот такое интересное сочетание. Потому что будет звучать музыка великолепных Вивальди, Баха, Генделя, Рамо. Будут звучать произведения композиторов, которые не так известны широкой публике. Украина будет представлять изумительная музыка Дмитрия Бортнянского. Солистка Алина Ворох исполнит несколько номеров. Это вокальные произведения Вивальди, Генделя и Баха. Певица говорит, что эти композиции близки ее внутреннему состоянию. Эта музыка невероятно красивая. Эта музыка, которая дарит ощущение абсолютного восторга для меня лично. Действительно, я пою очень много разной музыки. От джаза до классики. Совершенно разные стили. Но есть музыка, которая захватывает абсолютно, в которой я чувствую себя умиротворенно. И я счастлива, когда я пою эту музыку и когда я слышу эту музыку. Это вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Выпуск продолжит прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Желаю хороших новостей и всего доброго. Спасибо.